Инвестиции в национальный сдобыток, а так самая корыстная праца на свежем поветре. Минская область делучилась до акции «Тыдень лесу». Удельничают усем, от школьников и молодых до кировниства регионов. Так, на одной из делянок Логойска-Галязгаса сегодня высадили сосну и берозу. У всех на 4 гектарах больше за 30 тысяч саженцев. Так масштабно працавали депутаты Палаты Простовников разным с работниками червоно-швабского лесництва. Тут же обмерковывали экологичную, экономичную и социальную роль в лесу. Отзначу, что акция «Тыдень лесу», которую все лето промерковали до года гисторичной памяти, проводится в нашей краине в 15-й раз. Она протягнется до 16-го красавика. В преддверии Пасхи, весной мы всегда наводим порядок. И мы знаем, что наша красивая лесистая Беларусь, несмотря на то, что какие-то более сильные ветры, либо там с годами уходят какие-то деревья, мы обязательно должны засадить каждое свободное пространство. Я как доктор понимаю, что чем больше кислорода, тем лучше качество жизни для наших граждан. После Великой Отечественной войны нужно было восстанавливать народное хозяйство. И опять же, основным строительным материалом – это были леса, древесина. И вот на протяжении десятилетий это тяжкий труд восстановить. И сегодня лесистость 40%, более 40% уже составляет. Ну и мы в десятки зеленых стран в Европе. Всегда такие дела нужно делать с хорошим настроением. И еще когда-то Михаил Пришвин, писатель, говорил, что охраняя природу, ты охраняешь родину. Для того, чтобы вырастить и оставить потомкам достойный лес, нужно соблюдать все технологии. Технология начинается от выращивания семечки на нашем постоянном лесном питомнике. И самое главное – правильно посадить, и самое главное – с любовью посадить этот лес здесь, на Логойской земле. В ближайшие дни на плантациях Логойска Галязгаса приедут працавать простывники промысловых, финансовых, силовых и инших структур. У всех уж в планах только Минской области высадить за тыдень 4,5 миллиона садженцев драуняных пород. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok